Девушки отдыхают Грустных и веселых В городах и селах Над тобою солнце светит Родина моя Ты прекрасней всех на свете Родина моя Яль, страна твоей просторы Яль, твои поля и горы Сонные озера и бурлящие моря Над полями выгнет спину Радуга-дуга Нам откроет сто тропинок Синяя тайга Вновь настали время С белых ягод А потом опять на землю Лягут белые Огромные Роскошные Снега Как будто праздник Будут на тебя Звезды удивленно Насмотреть Будут над тобой Добрые рассветы гореть В полнеба Синей вышине Птицы будут радостно петь И будет песня звенеть Над тобой в облаках На крылатых твоих языках Я, ты, он, она Вместе целая страна Вместе дружная семья Слово и сто тысяч я Над тобою солнце светит Льется с высоты Все на свете Все на свете Сможем я и ты Я, ты, земля Твоим березам Я взгляну Глаза Веселым грозам И смеясь от счастья Упаду Твои цветы Обняла весна Цветная Шить Твоих стебей Тебя Страна Я знаю Солнечной Судьбе Нет тебе Конца И нет начала Итсу Село И величава Реки Необъятные Как песня О тебе Как будто Праздник Будут на тебя Звезды удивленно Смотреть Будут над тобой Добрые рассветы Гореть В полнеба Синей Вышине Птицы Будут Радостно Петь И будет Песня Звенеть Над тобой В облаках На крылатых Твоих Языках Я, ты, он, она Вместе Целая Страна Вместе Дружная Семья Словимы Сто Тысяч Я Я, ты, он, она Вместе Целая Страна Вместе Дружная Семья Словимы Сто Тысяч Я, ты, он, она Вместе Целая Страна Вместе Дружная Семья Словимы Сто Тысяч Я, я, ты, он, она Шоумен Сергей Тюпаев Представляет Мероприятие любого уровня Стильно, весело и эпатажно Стиль 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 Вся информация на сайте СергейТюпаев.рф С 15 по 22 июня В отеле Ост-Вест Клаб Финалист и победитель телепроекта Битва экстрасенсов Николь Кузнецова И Елена Ясевич Запись по телефону в Самаре 972-368 Доброе, бодрое утро, уважаемые телезрители Это утро в большом городе Передача новая, стильная, известная И наша супер-супер команда Микс Пипаев Итак, дорогие друзья Сегодня мы отмечаем День России Люди не выбирают место своего рождения на земле Они могут жить в разных странах Иметь разный цвет кожи И говорить на разных языках Правильно Но слова Родина Отчизна Отечество Звучит очень свято для каждого из нас И для нас все эти слова заключены в один смысл Россия, Россия, Россия Сереж, они редко к слову России добавляют мать Как ты думаешь, почему? Потому что она искормила нас своим хлебом Споила водой Дала нам столько прекрасных, позитивных возможностей И как мать защищает и бережет от всех-всех врагов На самом деле День независимости, праздник именованный до 2002 года Является самым молодым праздником нашей страны Потому что в 1994 году первый президент России Борис Николаевич Ельцин Издал указ считать 12 июня, сейчас засчитаю Днем принятия декларации о государственном суверенитете России О как! А вот что думают об этом наши самарцы, смотрим прямо сейчас Смотрим! Всем привет! Меня зовут Антон Доценко Меня зовут Артем Тупиков И вы смотрите рубрику «Наша реальность» 12 июня традиционно празднуется День России Что это за праздник, и почему его отмечают жители Самары, узнаем прямо сейчас Что это за праздник 12 июня День России День России Переворот из давних времен, с Руси из давней. 2016 лет назад. Начали Русь называть Россией, и именно поэтому это число, праздник России. Какое животное изображено на гербе нашей страны? Двуглавый орел. Двуглавый орел. Орел. Бухверный козел. Двуглавый орел. Двуглавый орел. Двуглавый орел. Орел. Трёхглавый. Трёхглавый орел. Трёхглавый орел. Как в мифах Древней Греции был трёхглавый цербер, так и в России у нас есть. Трёхглавый орёл. Очень важно знать символику своей страны. Какие цвета имеет флаг России? Бело-синий-красный. 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 Синий-красный белый? Бело-синий-красный. Бело-синий-красный. А что они символизируют? Белый вроде как свободу. Синий — власть. Красная власть вроде как. Нет, да, огонь. Нет, я читала. Белый — это небо. Синий — это вада, а красный — это бля. Мужество, свободу и что-то еще. Любовь. Ну, может быть. Как ты понимаешь выражение «родина-мать»? Мы должны любить ее, как свою маму, не предавать. Это место, где мы родились. Это наш дом. Она тебя взрастила, она тебя, грубо говоря, воспитала. Родина, вот она, родина, вот она, матушка, по которой мы ходим, где мы родились. Это то место, где я родилась. Волгоград? Нет. Мы должны ее защищать, мы должны ее оберегать и любить. Чтите традиции и учите историю. А также смотрите рубрику «Наша реальность» в программе «Утро в Большом Городе» каждое воскресенье в 11 утра. С вами был Антон Доценко и Артем Тупиков. Пока! Я думаю, уже многие заметили, что мы одеты не просто так, а с некой миссией. И так как сегодня столь яркий и важный праздник для нас, россиян, мы так и нарядились. А вот задаемся мы вопросом, почему же все-таки флаг наш состоит из белого, синего и красного цветов? Ну, белый-то понятно, потому что этот цвет символизирует свободу, благородство, мир. И наша страна всегда отличалась своей гостеприимностью, обширностью, ну и, конечно же, непокорностью. И наша страна всегда была свободна. А я думаю, что все-таки цвет, без которого не обошелся бы наш флаг, это именно красный. Ведь он символизирует силу, силу наших соотечественников, могучий дух России. Нет, ребята, на самом деле я считаю, что именно синий цвет больше всего символизирует нашу Россию. Потому что именно синий цвет олицетворяет веру, постоянство, именно те качества, на которых держалась наша страна. По-моему, мы не договоримся. Нужен тот, кто нас сможет рассудить. Кто же это будет? Я думаю, это будут наши телезрители. И, дорогие друзья, прямо сейчас мы запускаем голосование в нашей группе ВКонтакте. По вашему мнению, все-таки какой цвет имеет самое большое значение? И чем остальные цвета олицетворяют нашу великую державу? Ну, а итоги голосования мы подведем в следующей программе, 19 июня. И, конечно же, среди всех проголосовавших мы разыграем один пригласительный на два лица на известный московский спектакль. Ну, а еще один пригласительный на два лица на известнейший московский спектакль с известнейшими московскими актерами мы разыграем среди самого внимательного телезрителя. Смотри внимательно нашу программу. Как увидишь промокод, сразу же набирай номер, который будет указан на протяжении передачи. Не забываем голосовать. Голосование началось. А возможно это будут влюбленные пары, которых я очень люблю. Внимание на экран. Мне подсказывает, что там есть холостяки. Ребятки, привет! Это программа Утро в Большом Городе. И вы знаете, миссия у меня такая, выискивать самых лучших завидных холостяков. И вот, по-моему, он рядом со мной стоит. Слушай, ну прям чуйка я смотрю на холостяков. Конечно, работает. Сколько лет? 22. Как зовут? Илюха. Очень приятно. Судя по твоему прикиду, ты рэпер. Да, верно, верно. О, как я угадала. Пойдешь ко мне в рубрику. Таких у меня еще не было. Погнали. Только, чтобы узнать меня получше, нужно хотя бы один денек со мной провести. Да я согласна. Ну что, княжна, вот то самое место, где зарождается рэп. Это студия звукозаписи. Именно здесь мы отчитываем наши треки, а потом запускаем их в соцсети, читаем своим. Круто, но скажи, почему именно такое интересное направление рэп? Ну знаешь, привык к свободным быть. А рэп это свобода. Это во всем проявляется, даже в стиле одежды. Вот ты-то почему согласился поучаствовать в нашей программе? Так расскажи, какую девушку тебе нужно? Ну знаешь, у меня есть один главный критерий. Ну что, девушка должна быть в первую очередь честная. Во-вторых, она не должна быть меркантильной, а в наше время, к сожалению, это очень распространено. Но и также, девушка, конечно, должна быть красивая, ухоженная. Это тоже обязательно. Но самое главное, она должна быть честная. Сможешь ли ты прямо сейчас фристайлом начитать рэп про наш программу «Любимую» про «Утро в большом городе»? Сможешь? Утро в большом городе, да? Да. Профессионально. Студии. Ну там? Да. Да без проблем. Давай, давай, пошли. Пошли. Ну что, а на другом конце города нас ждет продюсер. Погнали, дальше будет еще интереснее. Музыка интересная. Ребята, а где Илья? Привет, а ты чего так поздно? Вау, да пробки. А ты что, как изменился-то? Слушай, ну мы здесь на работе, здесь серьезные рабочие моменты, тем более продюсер здесь. Давай я тебя с ним познакомлю. Давай. Очень приятно, продюсер. Книжина. Я всегда думала, что рэп. Это что-то такое легкомысленное, а тут, оказывается, вы занимаетесь серьезным делом. Многие думают, что рэп это прикол, шмаль, одежда, баскетбол, но на самом деле это большой, серьезный творческий процесс. Слушай, ну что говорить-то? Давай покажем. Да, конечно. Давайте. Ну что, а сейчас поехали, я познакомлю тебя с нашей бандой. Кстати, там много холостяков. Холостяки, это то, что я люблю. Самое интересное я оставил напоследок. Я являюсь мастером церемонии. Девчонки, пишите мне. А с вами была Сваха Наташа. И жених Илья. Неординарный чел, скажу вам я. Если вам понравился, скорее пиши. Почту в конце программы. Смотри. В Самаре самой красивой девушки. Уважаемые телезрители, ну это снова программа «Утро в большом городе» и тема «День России». Я думаю, не найдется такого человека, который не любил бы свою родину. Это наши просторы, природа, ну и, конечно же, наша Россия. А я вам больше скажу. Сегодня у нас в студии гость, который приехал к нам с Нигерии, но уже долгое время живет в России и успел полюбить ее, как свою родину. Встречайте! Брайт Бенссон! Привет всем! Привет! 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 С праздником! С праздником! С праздничком! Брайт, расскажи, ответь на самый главный вопрос русского иностранца. Как ты воспринимаешь и вообще понимаешь нашу страну, наш менталитет? И что тебя больше всего удивляет в русских? В первую очередь, это вопрос воспитания. Как вы воспитываете ваших детей? То, что дети могут спокойно ругаться на своих родителей, то, что могут на них даже орать, а им за это ничего не будет. А у нас по-другому, до 25 лет, дети еще могут получить люди и родителей. Люлей. Да. Люлей могут получить. Но я думаю, все-таки это касается вот нынешнего поколения, что оно такое у нас немножечко невоспитанное. Возможное. Потому что я, например, несмотря на свой, ну, не совсем молодой возраст, да, до сих пор боюсь свою маму, боюсь сказать нецензурные слова даже какое-то боюсь. Поэтому все-таки наше поколение нынешнее должно уравняться, наверное, на прошлое. Наверное. Уважать своих родителей. Еще что, то, что как люди купаются зимой в проруби, то есть в морозе, в проруби. Это я никогда не пойму, наверное. А вот надо разок искупаться, тогда и поймешь. Нет, никогда, наверное, не. А я думаю, еще лет 10 он поживет в России и он это сделает. Да меньше, года два. Мы его огнем. Сходить в шапки-ушанки, навеселее купаться. С медведем под руку, да? Как вы так думали? А, кстати, вы так думали, что действительно, братья, когда приезжали в Россию, что у нас по улице входят медведи? Я не умолк так. Многие иностранцы так считают, что Россия — это где медведи? Ну, а еще что? А еще что? Почему люди всегда идут, так и все зли, не улыбаются. Вот то, что мне показалось. Только лет ты живешь у нас, сам уже не улыбаешься? На самом деле уже не улыбаюсь, потому что когда идешь, улыбаешься всем, как придурок в фильме. Смотри на нас и улыбайся, брать. Мы всегда улыбаемся. Еще про нецензированные слова, то есть это русский разговор. Вот это у меня в первую очередь, как мне было очень интересно выучить и любопытно даже использовать эти нецензированные слова. А у вас нету разве такого жаргона, лексики? Есть, есть, но не так много, как в русском языке. Ты, наверное, когда приехал в Россию, первым делом услышал именно такую речь. Да. И пришлось ее выучить? Конечно, потому что тогда еще играли в футбол, чтобы общаться на футбольном поле. Я знаю, что у тебя жена русская. И чем же отличаются русские женщины? Чем отличаются? То, что в последнее время они очень, наверное, я не знаю, но они типа самостоятельные такие. А отдыхает, как она? Отдыхает, как и другие девушки. Ходит в клуб? Не, уже, она не так ходила в клуб с самого начала. Но любит, я не знаю, с мужем быть, по парку гулять. А где ты с ней познакомился, кстати? Где мы познакомились, да. В контакте, наверное. В контакте? В контакте? Что такое русская душа? Я уже живу сколько лет, я до сих пор... Не понимаешь, что ты русская? Нет, я уже есть немножко, но для других, которые не понимают, что такое русская душа... Вот ты понимаешь, есть такая пословица, чтобы понять, чем мы отличаемся от иностранцев. Русский – это как кокос. Они жесткие снаружи, мягкие внутри. А иностранцы, они как персик. Мягкие снаружи, а жесткие внутри. Зачет. Русская душа – это, наверное, вот тот кокос, когда вот могут не улыбаться, могут что-то как-то сначала не любить, но потом, если русские люди влюбляются, люди делают все. Вот это вот называется русская душа. Да, наверное. Брать, спасибо тебе огромное за то, что ты с нами, за то, что ты посетил нас и рассказал нам немного своей души. Спасибо. Улыбайся, несмотря ни на что, потому что есть такие люди, как мы, которые с утра заряжают позитивом, и поэтому, хочет или не хочет, все равно будешь ходить и улыбаться. И вам того же желаю, уважаемые телезрители. Дорогие друзья, на вас дальше еще один гость, но звездный. Смотрим на экран. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте. Очень рады приветствовать вас в нашем прекрасном городе Самара. Знаем, что вы не первый раз. Расскажите, может, у вас Самара ассоциируется с чем-то, с кем-то? У кого-то с шоколадом. Нет, в первую очередь, конечно же, с волшебной рекой, у меня ассоциируется Самара, с волшебной рекой Волга, с потрясающей набережной, которой сейчас еще, каждый раз приезжаю, каждый раз вижу набережную, все лучше, лучше, лучше и красу. Марат, первый ваш спектакль «Кентервильское привидение», в котором вы играли, но я думаю, сначала, наверное, не главную роль, да? Ну, это была не главная роль, конечно, я только окончил школу и получил предложение из «Сеатра «Современник» сыграть в этом спектакле небольшую роль. Скажите, вот такой совет от вас, да, как от профессионала, кто хочет начать свою творческую карьеру, да, с чего бы ее на самом деле начинать? С поступления в ВУЗ, либо с какого-то развития, прочтения книг, чтобы вот пойти по стопам настоящего актера-профессионала. Совет вот от вас. Вот вы сами на все и ответили. То есть, почитать книжки, да, поступить в институт. Совершенно верно, почитать книжки. И главное, наверное, нужно самому себе задать вопрос, зачем это нужно. Если ты идешь, халява приди, и если ты думаешь, что это очень легкая профессия, доступная, прибыльная и так далее, то это глубокая ошибка, это ты сразу разочаруешься, и из тебя ничего не получится. В первую очередь надо спросить у себя, зачем мне это нужно, что я хочу. И когда человек поступит, вот первый в институте, когда уже будет театральным учиться, будут педагоги учить, когда ты разбираешь роль, первое, что нужно, чего я хочу, чего я хочу от партнера, чего я хочу, зачем это все. И еще, наверное, вот в этой профессии очень важно чувство юмора над собой. Не возомнить себя, что ты уже поступил в театральный институт, ты все уже звезда. Нос кверху, и все. И еще в этой профессии очень важно уметь фантазировать. Нужно все время придумывать и фантазировать. Без фантазии тяжело будет. Марат, ну еще какое-то пожелание тем, кто следит за вашим творчеством. Вот очень много в Самаре. Да, и вот самарцы ждут несколько добрых, хороших, напутственных слов. Ну, во-первых, никогда не переключаться с канала ТНТ. Потому что все остальное это что-то непонятное. Не буду называть, дабы не надо. Только ТНТ, потому что действительно это хорошее настроение. А есть любимые передачи на ТНТ? Кроме битвы экстрасенсов. А что, кроме битвы еще есть какие-то? И хочу пожелать, давайте ребят относиться друг к другу все. Как-то добрее, улыбаться. Помогать друг другу. И, конечно, любить. Потому что без этого... Любить свою работу, любить ближнего. Потому что без любви, по-моему, сейчас вообще не прожить тяжело. А как широка русская душа? И сколько у нас праздников, а самое главное, как мы их празднуем? О да, наши соотечественники могут гулять до шести утра. А уже в семь утра ехать на работу за рулем. Но самое главное, пристегиваясь. Только у нас два языка, русский и русскоразговорный. Это мы громче всех кричим «Горько!» или «Занято!» И на вопрос «Кто там?» отвечают «Это я». Мы всегда открываем. Ведь именно мы занимаем большую часть Евразии. Чем Евразия, ну, очень недовольна. Ведь именно мы включаем телевизор на полную катушку, а сами в это время находимся в другой комнате или на кухне. Ведь именно мы придумали есть арбузы вечером, чтобы с утра просыпаться. Ведь именно наши автомобили идут на экспорт. Именно идут, а не едут. Ведь это именно наша нация самая дружелюбная. Но если что, если кто усомнился, тому трындец. Именно наша нация придумала использовать одноразовую посуду много раз. Но, кстати, у каждого иностранца есть свой психоаналитик. И только у русского есть свой экстрасенс. Смотрим на экран. Доброе утро, уважаемые телезрители. Это рубрика «Помощь экстрасенса». И я ее ведущий Сергей Тюпаев. К нам приходит очень много писем от горожан, чтобы мы разобрались, что же мистического происходит в их квартирах. Ну и сегодня полностью посвятим этому рубрику. И мы приехали в один из домов нашего города. Что же будет здесь интересного, узнаем прямо сейчас. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, пожалуйста, почему вы нам позвонили в редакцию? Что же у вас такого происходит? Вы знаете, в нашей квартире происходят какие-то странные вещи. Я постоянно замечаю какие-то тени. Мой ребенок постоянно плачет, пугается кого-то. Я не могу понять, что происходит. В камере, в видеоняни я постоянно вижу какие-то движения, какие-то, я не знаю, фантомы или что это такое. Постоянно какие-то шарики летают, ребенок на них реагирует. Очищение, когда он спит, что его постоянно кто-то дергает, потому что он плохо очень спит, очень беспокойный. И у меня трещит посуда, и происходят какие-то, в общем, совершенно непонятные вещи, которые меня пугают, поэтому я к вам обратилась. Ирина, ну, сегодня вам приехали не одни. Ваше расследование будет вести сразу три экстрасенса. Это наш известный экстрасенс Татьяна. И начнем мы с ней. Хорошо. Татьяна, добрый день. Вы слышали обращение жительницы нашего города Ирины. Нужно помогать. Поможем? Конечно. Начинаем. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, а мы продолжаем наше расследование. И сегодня мы пригласили участника 15-го сезона телепроекта «Битва экстрасенсов» Евгения Знагована, который в простонародье называют «Черный доктор», и финалистку 15-го сезона телепроекта «Битва экстрасенсов» Бабу Катю. е и «Битва экстрасен» «Битва blamed» Продолжение следует... Дорогие друзья, проходя по улице мимо, мы всегда встречаем очень интересные объявления или различные вывески. И только русские могут написать объявление, и только русские могут не понять, что же они написали. Действительно, русскому креативу нет предела. На нашем известном курорте, кто утонет, больше купаться в море не будет. И тут сразу вопросы. Интересно, а кто уже утонул? Читал это? Следующее объявление. Уважаемые пассажиры, убедительная просьба лбами, носами, губами и языками в стекло не тыкаться. Возникает сразу вопрос, а куда можно? Ну и последнее объявление, которое мы приготовили для вас. Богатырь для женщин. Поверните за угол. Девочки, скажу по секрету, пишите на почту программы, я покажу вам этот угол. Ага, а нам нужно будет в горящую избу войти. И выйти сухим из воды, наверное. А может тогда вы и встретите свою красавицу. Ну может быть. Эх, богата Россия. У нас две беды в стране, которую знает каждый русский. Дорогие друзья, но я вам напоминаю еще, что у нас проходит розыгрыш. Если вы увидели промо-код, который был на протяжении нашей передачи, там, мигнул, то звоните по телефону, который указан прямо сейчас. Звоните, звоните и торопитесь. Ну и, дорогие друзья, я напоминаю про голосование, которое уже идет в нашей группе ВКонтакте и будет продолжаться на протяжении всей недели. И итоги мы подведем только в следующей передаче, которая состоится 19 июня. И там мы подарим призы и подарки нашим счастливчикам. А подарки-то я вам напомню, это два пригласительных на четыре персоны на известный московский спектакль, который пройдет с аншлагом. Потрясающий актерский состав. Будет очень круто. Так что угадываем, звоним и не забываем про группу ВКонтакте. Голосуйте, смотрите, угадывайте и побеждайте. А с вами была программа «Утро в большом городе». Каждое воскресенье в 11.00 мы ждем вас по телеэкрану. С Днем России! Ура! Пока-пока-пока! Билеты разыгрываются на спектакль «Искусители», который состоится 29 июня в Филармонии. С 15 по 22 июня в отеле «Ост-Вест Клаб» финалист и победитель телепроекта «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова и Елена Есевич. Запись по телефону в Самаре 972-368. За помощь в организации съемок выражаем благодарность бильярдному клубу «Клаб Штос». Срочно нужна помощь ребенку 3,5 года Севастьяновой Варе. Диагноз – опухоль желточного мешка Крестцова-Копчиковой области с метастазами в легкий, головной и спинной мозг. Реквизиты для помощи – Банк Сбербанка России. Номер карты – 63900-254-900-8186-727. Держатель – Севастьянова Елена Сергеевна, мама. Также ее телефон для связи – 8-937-991-08-86. Просьба откликнуться всех неравнодушных. Продолжение следует...